А может быть стоило. Вы видели уже Мостовой так промехнул в кадре слева. Сейчас будет бить он угловой. Киевляне разберутся. Александр Мостовой будет бить Алексея Михайличенко. Мостовой, конечно же, во Вратарскую площадку, даже ближе к Вратарской там. Ну и Чанову пришлось понервничать. Вот еще придется. Ну и только то, что мяч Шмаров направил не точно. Головой освоится. Присмотреться к сопернику. Там поднимал руку на левом фланге Мостовой. Это я о том, что остался за кадром. Предлагал свои услуги. Он был свободен. Но вы видите, какое решение. А может быть стоило. Вы видели уже Мостовой так промехнул в кадре слева. Сейчас будет бить он угловой. Киевляне разберутся с тем, как нейтрализовать мяков в своей штрафной площадке. Александр Мостовой вновь с мячом уже врываться, должен был ворваться в штрафную площадку. Если бы не столкновение и вот это вот нарушение правил, за которое наказан Литовченко, Мостовой будет бить. Выполняет штрафной. Рядом с боковой линией штрафной площадки киевлян. Это опасно. Стандартное положение. И Чанов. Чанов сыграл, конечно, очень хорошо сейчас. Вмещался просто почему-то вправо, отбрасывая мяч влево процессов. И столкновение произошло. А тем временем атакуют. Атакуют, да. Вы знаете, я хотел сказать, что атака прервана. Но атакуют спартаковцы. И имеют возможность еще увеличить счет. Но там уже был свисток. Вот здесь положение вне игры. Было. Баль и Чанов. Баль оставляет мяч Чанову. Виктор будет сильно бить в поле. Да, уже ближе к штрафной площадке спартаковцев мяч приземляется. Соленко. Главным тренером Валерием Лобановским. Из недавних дублеров. Из недавних выпускников школы Динамо. Кстати, передача вновь спартаковцы имеет возможность для хорошей атаки. Потому что атакуют они уже в шестером. Мы еще не всех кадров видим участников эпизода. Посмотрите, еще, еще возможность была для того, чтобы забить гол. Да, даже легкой растерянностью в стане защитников Динамо. Это «Зенит» Памир 1-0. «Металлист» Черноморец 2-1. Сейчас «Жальгерис» выиграет уже. У Динамо Тбилиси вот Чанов ногами. Ну, это уже, так сказать, небрежность. Показывать школу. То есть, какие-то варианты наигранные. Вот видите, коротким пасом продвигается. Все-таки подошли уже близко к воротам. Родионов там индивидуальное мастерство демонстрирует. И бьет еще. Как бьет? Чуть выше ворот ушел мяч. А это уже аплодисменты. Стадиона уже не полного. Уже не сто тысяч на трибунах. Многие покинули трибуны Киевского республиканского стадиона. Сейчас Сергей Родионов. Участник этого. Чанов думает. Ну что ж. Добьют уже сегодня. Так сказать, этот матч складывается. Явно не в пользу хозяев. Итак, 3-0. 3-0 в матче Динамо Киев-Спартак. В пользу спартаковцев. Можно сказать, это уже 25-я минута. Сергей Родионов забивает свой 104-й мяч. Динамовцы проигрывают Лужный и Чанов. Уходят. Все уходят вперед. Потому что терять-то уже нечего. И нужно показать, на что способны все-таки в атаке. Да, у Спартака отлично действует атакующая линия. Уже 16 мячей забили спартаковцы в нынешнем сезоне. А ведь это только матч седьмого тура. Ну что же, отличная возможность еще забить мяч. Как не использовать? Использовали спартаковцы? Грех, как говорится. Родионову никто не мешал. Посмотрите еще раз. Вот передача. Очевидно, защитники, утомленные какими-то атакующими действиями, просто уже не в силах были помешать. Олег Иванович Романцев, ну он сдержан. Так, его сотоварищи более откровенно радуются, он сдержан. Но думаю, что в душе-то у тренера лихования. Его команда за счетом 4. И за 18-17,5 минуты счет сравнять, вы знаете, в матче с таким соперником невозможно. Итак, 17, забито, два мяча пропущено у спартаковцев. После этого... Евгений Кузнецов кое-что в эту площадку опасная ситуация. Кто же будет бить? Трудно бить. Трудно уже бить. Тем не менее, нанес удар Родионов, развернулся. Мяч пролетел между двумя киевлянами и попал в руки Чанова. Отличная передача с Евгений Кузнецов. Так, что эту площадку бьет Шалимов. И отлично действует вратарь Чанов. Кульков. Родионов. Нет, по-настоящему не играет. Опять неправильно ошибаются арбитры. Показывает боковой мяч. Попал в спартаковцу от ноги. Где играют? Зенитый метр. Матч начинается на полчаса позже. На мой взгляд, это неправильно. Ошибается вратарь, но Чанова сегодня везет больше, чем Черчесову. Его ошибку спартаковцы не использовали. Ошибка на выходе. Шалимов. Чанов выходит, прыгает выше, ловит мяч. Черенков. Пасулька. Дарт 16 метров. Чанов метр на полтора отпускает от себя мяч, но добить не удалось. Пройти к воротам. Шалимов. Черенков в хорошей позиции и... Упустил мяч. Остановить его было трудно. Может быть, Черенкову попытаться в этой ситуации сразу ударить. С летом. Но не в простой он был позиции. И, конечно, опять же, очень долго. Дарт 16 метров. Дарт 16 метров. И так, Родионов. Шмаров. Мяч подает его в руки. В руки вратарю. Ох, какая контратака. Вы посмотрите. Спартак беспрерывно штурмовал. Но вот контратака. И Протасов толкивается с Черчесовым. Великолепно сыграл сейчас Черчесов. Столкнулся. Больно ему, конечно. И опять. И опять едва мяч не попадает. Сетку билтся Шмаров. Но атака продолжается. Атака Спартака. Может, Родионов увидел? Увидел Родионов. И какая сильная передача. И точная передача. Шмаров и Курлова. Один кромок в кругу. Матч в Тбилиси. Там несколько динамцев выигрывал. У Жальгереса за счетом 3 нот. Очень важный матч. Черенкова мяча. Пять минут позади. И Киевля не выигрывает 1 нот. Нелепый. Немного. Вот Лутин сделал передачу. О! Такое впечатление, что сегодня спартаковцы решили проверять свою бдительность своего вратаря. Один гол был забит. Не без помощи защитника. В данном случае Базалева. И сейчас вот эта передача неожиданная. В то время, когда рядом находилось столько соперников. Заставила помернички Черчесова. и других игроков. Спартака. Хороший удар. Ну да. Хороший. А когда пошла последняя минута, Спартак получил право на штрафной удар. Вот это. Сейчас нарушение правил. И спартаковцы получили право на штрафной удар. Ну, наверное, все, кто пришел на стадион, остались довольны тем, что вот настоящий спектакль футбольный получился в этот вечер. И киевляне, и спартаковцы действовали вдохновением. И вот мяч в воротах киевлян. И счет становится 2-1 в пользу спартаковцев. Рядом с боковой линией штрафной площадки киевлян. Это опасно стандартное положение. И Чанов. Чанов сыграл, конечно, очень хорошо сейчас.